добрый день друзья урок номер 15 создание открытки это может быть открытка ближайший праздник у нас 1 сентября или любой другой праздник или поздравительная открытка значит первое что мы делаем загружаем фон значит нажимаем загрузить и выбираем фон что мы делаем дальше дальше я вам хочу показать как можно добавлять клепарт готовый который имеется в программе лунапик и где его искать для этого мы заходим в раздел рисовать рисовать и выбираем вот здесь есть слово клепарт обратите внимание за же здесь можно искать клепарт набрать и даны дан клепарт по разделам спорт школа сердца звезды лето осень ну и так далее ну допустим если мы хотим сделать сентябрьскую открытку нажимаем на школа так вот в некоторых версиях имеются картинки но вот у меня почему-то видите они вот так выглядит и есть только текст то есть нельзя посмотреть что это за картинка возможно у вас будут и картинки ну допустим если это сентябрьская открытка что можно стоп как не для девочек допустим во всяком случае мы можем отменить вот у нас появился такой клепарт естественно что здесь вот написано перетащить в углы изображения до желаемого размера вот мы уменьшаем этот клепарт пропорционально конечно и можем его поставить в любое место и как всегда нужно нажать слово применить есть возможность здесь поворачивать клепарт и прозрачность ему изменить ну вот если мы изменим прозрачность ведь он становится вот такой возможно такой вариант вас устроит или самые яркие да но я оставлю яркий нажимаем применить так что мы делаем далее так далее попробуем еще раз добавить клепарт из этой же серии во всяком случае можно посмотреть и так клепарт находится в разделе рисовать клепарт так давайте попробуем осень посмотреть что здесь листья осенний узор клюн так осенние цветы листья падают так листья осенний узор нет все таки давайте школа я больше склоняю школа и посмотрим еще девочка у нас есть если нас это не устраивает мы можем нажать следующая страница так вот мальчик книги школа давайте попробуем мальчик вот такой у нас мальчик точно также уменьшаем его за желтую квадратик делаем его пропорциональный поставим так это вариант добавления клепарта из самой программы если мы хотим добавить клепарт свой который у нас имеется на рабочем столе где-то в папках то мы поступаем следующим образом так перейдем на русский и выбираем редактировать и вот здесь выбираем позицию 2 3 4 5 ставить из точно так же выбрать файл и открываются наши папочки я возьму с рабочего стола так рабочий стол открываются папки и мы можем взять любой текст причем мы можем также сделать и надписи тоже скопировать вот допустим открыть открываем загрузить сейчас нажимаем так переходим на русский язык продолжайте вставлять это изображение нажимаем и вот наш надпись появляется уже на нашем на наши открыточки точно так же уменьшаем ее как хотим пошире по уже как нам нравится и передвигаем допустим сюда так поставили прим если все устраивает нажимаем применить так как куда-то у нас мальчик делался а мальчика наверно мы не нажали применить поэтому давайте повторим мальчика значит мы его добавляли из раздела клепарта до рисовать клепарт и мальчик у нас был не на первой странице так еще раз а а мы не нажали школа школа так дальше выбираем еще раз куда нас мальчик делался так сейчас я его найду так вот он мальчик книги школа значит мы его уменьшаем передвигаем так и вот слово применять надо обязательно жить вот теперь у нас остался вот ну и что еще можем допустим добавим еще какую-либо картиночку из редактировать нашу выбрать файл допустим вот эту до открыть так загрузить продолжить контину так вот появляется наш картиночка мы ее уменьшаем она вот такая большая уменьшаем так и ставим ее на место ну еще я хочу добавить звонок так apply обязательно то у нас она опять пропадет такая картиночка так и еще мы добавим попробуем попробуем то есть заранее мы делаем папочку выбираем картинки которые мы предполагаем добавить так вот я хочу попробовать получится это или нет загрузить сейчас так нет эта картинка не идет хорошо отлично все нормально тогда мы оставляем так можем добавить еще и границу в смысле рамочку до для этого мы заходим раздел границы и выбираем допустим инструмента границы выберем красненькую да или цвет можем выбрать зеленый зеленый выбрать можем выбрать размер поменьше скажем не 20 а вот так и поставим галочку 3d границы apply вот такая у нас получится рельефная рамочка 3d так что еще можно еще можно добавить анимацию конечно если вы хотите но здесь такая ситуация если бы мы добавили анимацию допустим звездочки до того как мы клепарт поставили то они были бы на фоне а сейчас если мы добавим звездочки они будут в целом на картинке на клепарте но мне не хочется эту анимацию добавлять я бы еще оживила скажем поставил вот какие-то анимационные вещи вот сюда на эту левую панельку вот но так в принципе открытка у нас готовы так мы сегодня посмотрели как делать 3d границу рамочку посмотрели как добавить клепарт который имеется самой программе посмотрели как добавить клепарт из своих запасников до посмотрели что можно добавить пнг надпись на прозрачном пони и получить вот такую поздравительную открыточку так на этом все спасибо желаю творческих успехов так я решила еще показать вам как добавить блинки то есть как немножко анимировать для этого мы заходим опять заходим опять в наш раздел редактировать так сейчас посмотрим вот допустим эту звездочку добавить открыть загрузить продолжить и поменять ее размеры то есть уменьшить ее и поставим допустим сюда и поставим допустим сюда ну сейчас минутку вот и так и с вот и и с с с Продолжение следует...